Это город сегодня главные новости краевой столицы в прямом эфире. Меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Кто последний? Очереди к специалистам Горгаза попали в социальные сети, а наша телекомпания выяснила их причину. Подрядчик задачу выполнил качественно и в срок. Дорога, связывающая трассу М4 Дон и улицу 1 Мая, открыта для движения. В 60 лет продолжаем следить за модными трендами. В Краснодаре отметили юбилей Краевого союза журналистов и наградили наших коллег. Добро пожаловать в очередь. Интернет сегодня взорвался. Видео с огромным количеством людей в офисах Горгаза в Краснодаре. Горожане ждут в своей очереди к операторам по 3-4 часа минимум. Накал страстей такой, что краснодарцы не сдерживают эмоций. Автор видео, которое было выложено в интернет, прокомментировала нам происходящее по телефону. Нам приходят платежки с долгом, а автоинформатор говорит, что у нас переплата. Там точно такие же люди с такими же проблемами стоят и на переоформление договоров тоже пришли люди. Очередь движется колоссально медленно. За такой промежуток времени ситуация вообще не изменилась. Адские очереди продолжаются каждый день. За комментариями мы обратились к Михаилу Щербакову, начальнику управления по работе с населением ООО «Газпром» Межрегион «Газкраснодар». Михаил Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, что же стало причиной очередей в ваших отделениях? Отделения сейчас заполнены в среднем на 90%. То есть это не самая большая нагрузка. Связано это с тем, что сейчас идет массовое переключение договоров. В том числе совпало с тем, что мы оформили покупку долгов перед «Горгазом» и напечатали данную информацию в квитанции. Соответственно, много людей, которые не получили квитанции за январь месяц и увидели свои долги, то они приходят разбираться на участке по имеющейся задолженности. Ну, мы делаем максимум прикладным усилием для того, чтобы снять напряженность и разгрузить нагрузку на участок. Хорошо, вот вы сказали, что прикладываете максимум усилий. Естественно, напрашивается совершенно логичный вопрос. Как же планирует компания разрешать эту ситуацию и по возможности не допускать повторения? Да, у нас что-то случилось со связью. Сейчас придется повторить вопрос. Михаил, вы слышите меня? Алло, Михаил. Да, да, да. Входящий звонок был. Ничего страшного. Михаил, я повторю вопрос. Ничего страшного. Я повторю вопрос. Вот вы сказали, что прикладываете максимум усилий. Естественно, логичный вопрос возникает у меня и наверняка у наших зрителей. Как же компания планирует разрешить эту ситуацию и, конечно же, не допускать повторения? Для того, чтобы снизить очередь, мы вызываем специалистов других районов, привлекаем, увеличиваем количество окон, делаем максимально удобный сервис через интернет, чтобы можно было и узнать за должность, и оформить договора в электронном виде. То есть, начиная с следующей недели у нас будет действовать сервис по передаче документов в электронном виде. То есть, достаточно будет договориться на определенную дату и время и прийти забрать свои документы. То есть, максимально пытаемся перевести непосредственное посещение только для того, чтобы прийти и расписаться, поставить собственный подпись в договоре. Все остальное мы переводим на интернет-ресурсы и узнать за должность, и возможность оплатить за должность, и определить, за что за должность, с помощью интернет-сервисов и мобильного приложения. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, мы все периодически сталкиваемся с очередями. Главное, сохранять спокойствие и относиться к этому с пониманием. Ну или кроссворд поразгадывать, раз уж пришлось оказаться в очереди. Кстати, к вопросу о платежных квитанциях. Буквально два дня назад в эфире телеканала «Краснодар» мы уже поднимали похожую тему. Речь шла о проблеме жильцов дома по улице Бургасской, 23. Там владельцам квартир пришли неимоверно большие счета за электроэнергию, и они обратились к нам в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. После выхода сюжета тема получила большой отклик у горожан, но главное она получила развитие. Нам обратился один из федеральных каналов. Он тоже займется расследованием этой истории. Таким образом, ситуация получит огласку не только на краснодарском уровне, но и на федеральном. Надеемся, это принесет реальные результаты, и все закончится в пользу пострадавших. В Сочи стартовал первый российско-австрийский форум. В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Австрии Карен Кнайсель и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Олимпийскую столицу приехали представители политических и деловых кругов, а также общественность. На полях форума «Сочинский диалог» глава Кубани провел ряд переговоров. Перспективы сотрудничества региона и европейской страны сегодня губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил с вице-президентом Палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем. Губернатор отметил, что с иностранным государством Кубань связывают давние дружеские отношения. Сегодня также важно укрепить сотрудничество в экономике. Мы хотели бы, чтобы товарооборот между Краснодарским краем и Австрией, конечно, рос. И сегодня он составляет около 26 миллионов долларов США. Это совсем не тот оборот, который мог бы быть между Краснодарским краем и Австрией. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили потенциальные возможности дальнейшего сотрудничества во всех отраслях экономики. То есть бизнес, который должен для себя открыть Краснодарский край по-новому и прийти к каким-то совместным предприятиям и дальнейшим шагам. Безусловно, для этого, конечно, нужно нам, Краснодарскому краю, презентовать себя, бизнесу нашего региона. Мы должны быть активны с точки зрения демонстрации наших возможностей. И, безусловно, это тоже нам нужно сегодня проговорить, где и на какой площадке, скорее всего, даже уже в Австрии, мы могли бы показать потенциал Краснодарского края. В Палате экономики Австрии известен ваш регион. Мы бы предложили вам организовать презентацию Краснодарского края в нашей стране. Это позволит представить все преимущества Кубани для ведения бизнеса. Такие мероприятия у нас проводятся часто и успешно. У Краснодарского края и Австрии много точек соприкосновения, например, в виноградарстве, туризме и животноводстве. Отметили представители австрийской стороны. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, рассказал, что сегодня для иностранных инвесторов, которые открывают свои производства на территории края, предусмотрены преференции. Далее зеленый свет. Подъездная дорога к поселку Индустриальному полностью открыта. Сегодня с 8 утра по участку подъездной дороги от улицы Евдокимовской до федеральной трассы М4 Дон началось движение автотранспорта. На всем протяжении восстановили дорожные основания и обочины, заменили асфальтобетонное покрытие. Это всегда загруженная магистраль, связывающая М4 Дон и улицу 1 Мая. Ей пользуются тысячи жителей сразу нескольких поселков и микрорайонов. И нам было важно завершить ее комплексный ремонт, сделать это максимально качественно и быстро. Поэтому пришлось участками полностью перекрывать движение, чтобы не растягивать ремонт. Перед подрядчиком стояла задача справиться с основными работами чуть больше, чем за месяц и открыть проезд уже в мае. Эта задача выполнена. И теперь мы фактически завершили комплексный ремонт всех 10 километров этой дороги. В ближайшее время на двухполосные дороги завершат нанесение дорожной разметки, установят новые дорожные знаки. Добавлю, что ремонт был выполнен в рамках краевой программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края. Перечень всех участков дорог Краснодара для ремонта в 2019 году можно посмотреть в специальном разделе на сайте городской администрации. «Есть среди недели хитрое колесико среда», – писал Самуил Маршак. Еще этот день называют «маленькой пятницей». Почему? Да, наверное, потому что после среды выходные наступают практически моментально. Но в отличие от пятницы, сегодня в городе пробки не самые сильные, всего 6 баллов. Но традиционные заторы все же есть. Стоит красный от Северной до Офицерской. Затруднен проезд в обе стороны по Тургенево в районе Красных партизан. Буднично медленно едут машины по Северным мостам и дальше по Уральской в сторону Комсомольского. 40 лет победы стоит в обе стороны – от Колхозной до Московской. Не торопясь движется транспорт по Селезнево от второй пятилетки до Старокубанской. И уже традиционная пробка на восточном обходе от аэропорта до Шлюзов. Ситуация на дорогах наверняка изменится в ближайшие минуты. А пока будьте внимательными и заранее выбирайте пути объезда. Пьяные водители, заранее готовьте 15. Нет, не тысяч, а собственных лет жизни. Расплата за риск увеличится. Госдума накануне приняла в первом чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП в состоянии опьянения. Наказание за вождение под шофе фактически приравнивается к наказанию за умышленное убийство. Поправки вносятся в части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает ТАСС. В случае причинения тяжкого вреда здоровью предполагается увеличить срок лишения свободы с 4 лет до 3-7. При гибели человека вместо 2-7 лет можно попасть в тюрьму на 5-12 лет. А в случае смерти двух и более лиц наказание увеличивается с 4-9 до 8-15 лет лишения свободы. Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем, водном транспорте и в метрополитене. И вот что пишут люди в социальных сетях. Давно пора. Я к умышленному убийству бы приравняла, так как пьяный водитель на своей машине потенциально убийца. Я бы 25 дала конкретно. Тяжкий или не тяжкий. Ребенок, пожилой человек или молодой пострадал. Неважно, потому что этому человеку потом всю жизнь на аптеку работать. Представьте, что пострадали вы или ваш ребенок 25 лет. Как видите, люди реагируют практически единогласно в поддержку таких изменений в законодательстве. Остается надеяться, что водители и без ужесточения наказаний понимают, что дорога – зона повышенного внимания и опасности. И что в их руках не только руль, но и человеческие жизни. Мой коллега Алексей Шулепов в своей авторской программе «Внимание! Шулепов» сегодня коснется именно этой темы. В Государственной Думе в первом чтении приняли поправки в закон, которые увеличивают наказание за пьяное ДТП. Изменит ли это ситуацию на наших дорогах? Поговорим сегодня. И вот о чем мы еще расскажем после короткого рекламного блока. Вода под запретом. Краснодарцев предостерегли от купания даже в самые жаркие дни в естественных водоемах и реке Кубань. В 60 лет продолжаем следить за модными трендами. В Краснодаре отметили юбилей Краевого союза журналистов и наградили наших коллег. Улыбнитесь, вас снимают. Одно из территориальных общественных самоуправлений нашего города избавилось от нарушителей с помощью камер. Только что поступила новость, что из торгового центра галерея проходит эвакуация всех посетителей. Причина нам пока неизвестна. Мы обязательно расскажем о ней в нашем следующем выпуске. Пока продолжаем темы. Лето на пороге, а значит скоро откроется купальный сезон. Но как бы ни манили горожан местные водоемы своей прохладой, в летний зной купаться в них запрещено из-за несоответствия санитарным требованиям. В реке Кубань, кстати, опасна еще и высокая скорость течения. В городской администрации обсудили, как обеспечить безопасность отдыха краснодарцев. Глава города Евгений Привышев поручил проверить все водные объекты, чтобы везде, где купание запрещено, была информация об этом. Начало летних каникул будет обусловлено в том числе и ситуациями, связанными с несанкционированным купанием водоема, в том числе и подростков. И здесь, не дай бог, нам допустить какой-то несчастный случай. Но отработать полностью все территории мы сегодня в состоянии. С 1 июня городские спасатели будут дежурить в районе парков Старая Кубань, Солнечный остров, Рождественский и на затоне реки Кубань. А еще места массового отдыха горожан у воды будут регулярно проверять специальные рейдовые группы, сотрудники администрации, полиции и казаки. Все это, безусловно, будет делаться для нашей с вами безопасности. Напомним, купаться в Краснодаре можно только в муниципальных бассейнах возле спорткомплекса «Олимп». Они тоже начнут свою работу с первого дня лета. И, кстати, для посетителей они абсолютно бесплатны. Как скоро нас потянет окунуться, синоптики пока не могут предсказать. Но мы точно знаем, что завтра на календаре 16 мая. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН эта дата объявлена Международным Днем Мирного Сосуществования. Ведь, как говорится, солнце светит всем одинаково. И завтра оно будет светить особенно ярко. Наконец-то наступила прекрасная постелетняя погода. Жители столицы уже избавились от теплой одежды и проводят много времени на улицах города. А вот жителям других регионов остается нам лишь только позавидовать. Утром температура поднимется до 27 градусов. Днем же уже до 29. Вечером опустится всего лишь до 22 градусов. Солнечная погода – это еще один повод для хорошего настроения. Да, утром воздух прогреется до плюс 27. Днем до 29. Вечером до 22 опустится наш градусник. Солнечная погода – это еще одна причина для хорошего настроения. Хорошее настроение сегодня и у нас всех. Хорошее настроение сегодня, как я сказал, у нас и у журналистов. Причем не только нашей телекомпании, а всей Кубани. И дело вовсе не в погоде. Мы празднуем 60-летие родной журналистики всего Краснодарского края. Кстати, мы третий по численности пишущий братья регион в стране. С чем поздравляли акул-пера, знает Татьяна Троян. В музыкальном театре сегодня была максимальная концентрация лучших представителей СМИ. Все они собрались отпраздновать 60-летие Союза журналистов Кубани. Он на протяжении долгих лет объединяет людей этой творческой профессии. Сегодняшний юбилей, вот это сила, масса людей, которые здесь собрались. Собрались по велению души, по большому счету, под эгидой Союза журналистов, который последние два года получил второе дыхание, очень серьезное, мощное и в крае, и в стране. Поздравить кубанских корреспондентов, редакторов и операторов приехал мэтр тележурналистики, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что кубанские СМИ особые, и подача материалов у них с теплым отношением к жизни и происходящим событиям. Он рассказал, каким видит журналиста будущего. Я думаю, будущие журналисты будут такими конвергентными журналистами, которые будут и снимать, и делать фото в соцсети, и выкладывать видео, и параллельно включаться куда-то в прямой эфир, и параллельно писать тексты. Вот человек такой должен быть многообразный, наш будущий коллега, и я думаю, этому надо учить молодых журналистов. Любое учение дается легче, если есть интерес и хорошая мотивация. Так молодые журналисты получили из рук Владимира Соловьева удостоверение члена Союза журналистов России. В телекомпании «Краснодар» ими обогатились сразу 10 сотрудников. Татьяна Леонова, например, еще студентка журфака, но уже проявила себя как опытный корреспондент. Даже членский билет получила раньше, чем диплом о высшем образовании. Конечно, это очень приятно, и эта профессия дает возможность каждый день узнать что-то новое, почувствовать себя в разных, возможно, образах, обогатиться новыми знаниями. Кульминацией праздника стало вручение наград лучшим журналистам, победителям краевых творческих конкурсов. И здесь наш телеканал был не единожды отмечен. Дипломы лауреатов золотого микрофона Кубани, благодарности и грамоты за профессионализм и большой вклад в развитие средств массовой информации. Я в профессии не так-то давно, по сравнению с мэтрами и ветеранами, которые сегодня здесь, 50-40 лет в профессии, я, конечно, совсем новичок, всего 13 лет я занимаюсь журналистикой, но мне кажется, каждому человеку, кто любит свою работу, кто любит нашу журналистику, нашу профессию, это очень почетно, это очень приятно, не только оценка зрителей, но и оценка наших коллег и руководства. Конечно, каждая награда особенная, но сегодня необычные чувства, именно потому, что так много наших победили, что я не столько сейчас радуюсь за себя, сколько за вот эту вот махину, которую сегодня показала себя МТРК «Краснодар». Каждый выпуск новостей – это работа большой, слаженной команды, даже если вы не видите ее в кадре. А главное, что делаем мы ее, как и велят нам мэтры журналистики, с искренней любовью. Татьяна Троян, Алексей Попов и Наталья Пилиппо, телекомпания «Краснодар». Буквально вчера мы предложили от дня победы перейти к году победы. И вот уже услышаны. По красной сегодня прошли экскурсионные группы по местам боевой славы Южной столицы. Абсолютно бесплатно все, кто хотели освежить в памяти, а то и вовсе узнать впервые историю времен Великой Отечественной войны, смогли буквально пощупать ее, пройдя от площади победы и Екатерининского сквера до арки героев и сквера имени Жукова. С ними прошла и наша съемочная группа, и вот что они увидели. Самый лучший способ узнать Краснодар – это пройтись по его улицам, посмотреть достопримечательности, пообщаться с местными жителями, ну или пообедать в уютном кафе. Сегодня мы отправились на экскурсию «Победный май» и сами убедились, что наш город полон интересных историй. Сбор был назначен у памятника воинам-освободителям на площади Победы, напротив горпарка. Здесь есть удивительный и довольно молодой памятник. Ему всего пара лет. Называется он «Преемственность». На скамейке сидит ветеран. Рядом, скорее всего, уже не внучка, а правнучка. Перед ним правнук, который отдает честь и как будто говорит «Дед, ты отслужил свое и защитил родину. Теперь пришла моя пора». Ну что ж, посмотрели, пора идти дальше. А по дороге интересуемся впечатлениями экскурсантов. Я недавно здесь в городе живу, поэтому мне очень хочется знать историю этого города и часто, так сказать, выходить на площади, узнавать историю любых памятников, о чем я вообще еще ничего не знаю. Я с Петербурга, Санкт-Петербурга. Я очень довольна экскурсией, очень довольна экскурсоводом. Уже второй раз ездить, все подробно. Много нового, как ни странно, хотя война давно закончилась. Понравилось, рассказывает хорошо, только просто жарко сегодня очень. А так хорошо. Доходим до пересечения Красной и Советской и узнаем, что есть в нашем городе мистические места, от которых аж мурашки по коже. Жители, которые до сих пор в этом доме живут, говорят, что в 45-м году его снова заселили. И они говорят, что до сих пор там очень неуютно жить в этом доме, потому что вот эти то ли звуки какие-то они могут слышать. Для каждого из нас, с каждым кварталом и с каждым шагом Краснодар становился все ближе и роднее. Все потому, что он открылся нам таким, каким был еще 75 лет назад. А вот еще один факт, о котором многие не знают. Наша улица Красная во времена оккупации была переименована в имени Адольфа Гитлера. На ней располагались немецкие ведомства, штабы и госпитали, из-за которых местных жителей просто выбросили из домов. И наш город праздновал победу дважды. С начала 12 февраля 1943 года, когда из Краснодара были выбиты нацисты, а потом уже 9 мая 1945 года. Следующая точка, на которой мы с вами остановились, это сквер имени Жукова. Дело в том, что Жуков, как вы знаете, тоже принимал участие в событиях Великой Отечественной войны на территории Кубани. Это в основном события были связаны с голубой линией. К сожалению, эта линия стала коварным препятствием на пути нашей армии, потому что только на взятии станицы Крымской погибло около 18 тысяч советских солдат. Кстати, каждый третий четверг месяца экскурсии по городу и походы в музей для пенсионеров и студентов бесплатные. Так что вы пока думайте, ну а нам пора идти дальше. 9 мая прошло, но нам, как кажется, что идея проведения экскурсии по Краснодару времен Великой Отечественной войны отличная. Кстати, организаторы пообещали нам, что она теперь будет идти в течение года абсолютно бесплатно. Николай Новиков, Алексей Попов и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Грядет одно из самых важных событий, которые с содроганием ждут все наши выпускники. ЕГЭ – серьезное и очень ответственное испытание, которое дает шанс не только успешно окончить школу, но и позволяет поступить в том числе на бюджет высшее учебное заведение. А это, согласитесь, немаловажно. Всего в этом году участие в написании тестов примет свыше 5 тысяч учеников города Краснодара. Накануне в Кубанской столице прошло заседание Координационного совета, на котором подвели итоги досрочного периода итоговой аттестации, проходившей с 22 апреля по 14 мая. Там же определили и поставили задачи к основному. Сегодня мы обсудим проблемы и проведем анализ предыдущего периода государственной итоговой аттестации прошлого года, досрочного периода, который уже в этом году прошел. Еще раз проверим готовность всех служб по обеспечению энергоресурсами, по резервным источникам электроснабжения, по обеспечению медицинским обслуживанием, транспортным обслуживанием системы государственной итоговой аттестации. После этого будут выработаны соответствующие решения и в виде протокола, направленных службой. И после этого начнется государственная итоговая аттестация. Главная задача перед департаментом – создание всех условий для благополучной сдачи экзаменов выпускников. Внимание было нацелено на сплоченную работу всех органов власти. Особое же уделено службам, которые отвечают за электроэнергию. Ведь видеонаблюдение и трансляция всех систем в режиме онлайн является очень важным составляющим и был дан указ о прекращении всех ремонтных работ на момент проведения экзамена. Подготовка к ЕГЭ – непростое для выпускника школы время. И нам остается пожелать набраться сил и терпения не только участникам экзаменов, но и их родителям. Самые любимые, самые родные Международный день семьи празднуют сегодня в Краснодаре и во всем мире. Мы отправились на улицы нашего города, чтобы узнать, какие они – кубанские семьи и что краснодарцы считают главным секретом семейного счастья. Семья – это самые близкие, самые родные. Это те, кто всегда поддерживает. Семья для меня – это в первую очередь. Особенно дети, жена. Ну, так. Для меня семья – это люди, которые близки по духу, по плоти и по крови. Семья – ячейка общества. Мы дружные, поддерживаем друг друга, любим друг друга очень. Замечательно, у меня семья, мне повезло в этом отношении. Большая. Светлая. Да, у них есть доступ к морю, это им помогает жить дольше и счастливее. Кубанские семьи у нас, они дружные, своих в обиду не дают. Гостеприимством отличаются наши кубанские семьи. Важно в трудную минуту поддерживать друг друга. Взаимопонимание, дружба, поддержка. В первую очередь, любовь, я так думаю. Любовь, доброта. И так не важно, родные вы по крови или по духу, вместе вы живете или на расстоянии. Важно, что вы чувствуете поддержку своих близких и, главное, отвечаете им взаимностью. Мы желаем, чтобы все семьи вокруг были крепки и счастливы. И сегодня и всегда. Потому советуем вам прямо сейчас пойти и обнять тех, кого считаете семьей. Или хотя бы позвонить им и поздравить с этим добрым праздником. Хотите быть уверены, что ваши дети на площадке в безопасности? Смотрите, как жители одного дома в фестивальном микрорайоне отвадили от своего двора правонарушителей. Теперь те обходят 38-й дом на Яна Полуяна дальними тропками. Подробности в сюжете. Вот человек заходит в лифт. Можно проследить, поднимается в лифте или пешком. И на какой этаж. Все прозрачно и наглядно. Происходящее во дворе тоже под прицелом видеокамер. Девятиэтажка на Яна Полуяна 38 в фестивальном микрорайоне. Лидер по обеспечению собственной безопасности. Первые три камеры здесь установили еще пять лет назад. Сейчас их 16. И за это время, благодаря системе видеонаблюдения, удалось пресечь немало правонарушений. Первым стало похищение из подъезда новогодней елки. Дети сами наряжают елку своими игрушками. Делают сами своими руками. И вот один раз у нас исчезла елка. Мы посмотрели по видеокамерам, и нашей елочки нет. Увидели, что житель нашего дома украл эту елку вместе с друзьями. Мы вызвали полицию, елку вернули. Праздник состоялся. После тем же способом нашли спрятанные наркотики. Молодежь даже перестала курить на детской площадке. А взрослые распивать во дворе пиво. Удалось предотвратить не одну кражу. Несколько раскрыть по горячим следам. Об этом увидели и узнали другие председатели ТОС. И понеслось, как говорится по-русски. И аналогичная работа началась проводиться и у них. Закладчики, воры, потом мошенники, которые в связи с переходом на новую компанию газовую тоже приходили. Это тоже было предотвращено. В прошлом году со двора увели велосипед. Но бдительность жителей помогла полицейским быстро найти похитителей. И они получили два года тюрьмы. Да и в целом преступность в районе пошла на убыль. В прошлом году за месяц могло произойти две или три кражи. Квартирные, либо с автомобилей. Как у нас было тут даже по Яна-Полуяна, были кражи с автомобилей. Сейчас уменьшились, конечно, за последние четыре месяца. У нас было всего две кражи на нашем участке. Теперь системами видеонаблюдения на улицах Яна-Полуяна и Тургенева оснащены уже 13 многоэтажек. А чтобы безопаснее стали дворы и других домов, их председатели ТОС собрали на выездное информационное занятие прямо во дворе дома пионера. Общественники говорят, они бы и рады установить у себя камеры. Но трудно организовать жильцов на общее собрание, чтобы совместно принять решение и заключить договор. Люди ссылают на свою сильную занятость. То есть нужен какой-то еще один волшебный человек, у которого много свободного времени, который возьмет это все и сделает. Нам говорят, чтобы за общедомовые ресурсы вы это все сделали, у вас обязательно нужно оформить соответствующим образом документы. Некоторых останавливает цена. В 38-м доме на все оборудование с установкой в течение пяти лет потребовалось порядка 100 тысяч рублей. Но с учетом количества квартир в многоэтажках это немного, особенно если это цена безопасности. Анна Григорьева, Марина Богданова, Вадим Жалеев, телекомпания «Краснодар». Если вы любите Венецию, но шенгенской визы пока нет, не расстраивайтесь. Отправляйтесь в Краснодарский художественный музей. Там сегодня открылась выставка «Венецианский карнавал». В экспозиции 55 картин-инсталляции с видами Венеции и закрепленными на них масками. Всего более 60 штук. Все они ручной работы. В коллекции художественные объекты их... Объекты Германии, Испании, Италии, начала 20-го века. А также современные маски отечественных и итальянских мастеров. Восхититься всей этой красотой можно будет до 4 июля. Ну а сейчас передаю слово моему коллеге Алексею. Авторское мнение об одной из самых высокоградусных тем нашей программы. Он поднимет в своей авторской рубрике «Внимание, Шулепов». Смотрим. Давайте определимся сразу. Внимание. Это хорошо и правильно. И я уверен, это одобрят все. Я сейчас говорю об ужесточении наказания водителей за пьяное ДТП. Подобное ужесточение парламентарии приняли в первом чтении. По сути, это еще не закон. Но есть все предпосылки, что такая инициатива станет законом в ближайшее время. И когда это произойдет, пьяные аварии, в которых погибли люди, приравняют к умышленному убийству. Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, отметил, что на сегодняшний день подобного рода преступления считаются преступлениями по неосторожности. Поэтому достаточно часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе. Даже когда речь идет о гибели двух и более человек. Да, теперь, если в аварии по вине пьяного водителя погибли люди, присесть в тюрьму можно аж на 15 лет. Увеличатся сроки наказания и в том случае, даже если никто не погиб, а был только нанесен тяжкий вред здоровью. От трех до семи лет. В нынешней редакции до четырех. Вы спросите, кого это коснется? Поверьте, в группе риска огромное количество народа. Я имею в виду водителей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по статистике, по вине пьяных водителей в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнет свыше 4 тысяч человек. Ежегодно более 4 тысяч погибают под колесами пьяных водителей. Более 20 тысяч человек становятся инвалидами. Представьте себе, за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город, сказал Володин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Хотите еще один, более наглядный пример? Численность населения в станице Елизаветинской 24 тысячи человек. Как раз те самые цифры, которые приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Да, здесь еще для наглядности можно было бы показать парочку видео с пьяными авариями. Но, если честно, очень не хочется. Уж больно страшные это кадры. А для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, могу посоветовать обратиться к интернету. Там подобное видео неизменно в топах. Вот только никого и ничему это видео не учит. Как садились пьяные за руль, так и садятся. А потом бьются. Да ладно бы сами. Людей других, невинных, убивают и калечат. И вот теперь главный вопрос. Новый закон поможет исправить ситуацию или нет? Надеюсь, исправит. А там посмотрим. Вы спросите, откуда столько скептицизма? Отвечу. Статистика. Ныне действующие правила наказания пьяных водителей, по большому счету, стали формироваться 23 июля 2013 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о том, что за пьяную езду, помимо лишения прав, положен штраф в 30 тысяч рублей. А с 2015 года за повторную пьянку вводилась уголовная ответственность до двух лет отсидки. Знаете, как мне кажется, достоверно посчитать, сколько в год попадается пьяных водителей, вряд ли возможно. Протоколы? Да, можно. Но реальные картины это не покажет. Давайте будем честными. Введение штрафа в 30 тысяч вместо 5, согласно информации сайта «Ваша машина.ру» и опросам на различных автофорумах, увеличило размер взятки. Ну, немного поправило статистику и бюджет. И больше ничего. Поэтому возьмем общую статистику пьяных ДТП. Как мне кажется, она более достоверна. Вот она, справа. Обратите внимание, наказание ужесточается от года к году, а цифры аварий все равно растут. Да, вы сейчас возразите, что из года в год растет количество машин и, соответственно, водителей. Но лично мне кажется, что на количество пьяных за рулем это никак не влияет. Изменения в ПДД их почему-то не останавливают. Хотя, с другой стороны, новые увеличенные тюремные сроки как минимум этих пьяных за рулем транспортного средства без этого самого транспортного средства будут оставлять на более продолжительное время. А первые, я очень надеюсь, показательные судебные процессы отдельных водителей заставят задуматься. И это очень хочется верить. Внимание! Дополнительно спасет чьи-то жизни. Ну что ж, Алексей, как обычно, нестандартно и тонко обыгрывает истории события, которые касаются каждого из нас. В конце выпуска хочу напомнить, что я и мои коллеги рассказали только самые важные и актуальные жизни Краснодара. Еще больше новостей есть на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях. Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук и особенно в Инстаграме. Напоминаю также, после перехода нашего региона на цифровое, вещание кубанцы получат бесплатный доступ не только к 20-ти федеральным каналам, но и к 9-ти аналоговым, среди которых и телеканал «Краснодар». Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»